Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 19 июня, я начала обзор томатов, которые у меня в это время уже поспели в открытом грунте. Первый был ринет, вот это спиридон, номер 39 в каталоге. И все, что я говорила про ринет, все относится, можно отнести и к спиридону, потому что они одинаковые по своим сортовым характеристикам. Но я все-таки, может быть, кто-то про ринет не слышал даже, я все-таки еще раз расскажу, что спиридон это ультраскороспелый. Недаром он сейчас в открытом грунте в числе первых поспел. Его называют уникальным по холодостойкости среди всех сортов томатов сибирской селекции. Но вот я их с ринетом приравниваю, что ринет, что спиридон очень холодостойкие. И еще, конечно, они мелкоплодные, они низкорослые, штамбовые. Вот 40-50 сантиметров, больше он не вырастает, но они не требуют ни посынкования, ни подвязки. Никаких проблем с ними не будет. И если у меня вот они сейчас подвязаны к колышку, это просто, я уже объясняла, потому что они у меня здесь, видите, на заваленке от теплицы, вот на маленьком таком пространстве. И если бы я его не подвязала, он бы у меня в дорожку вот так вывалился, мне было бы неудобно ходить. Я подвязала просто для своего удобства. Если я ринет вам описывала, он был крайний, сидя на бордюре, то к спиридону тут даже сложно подступиться, и показать его во всей красе я не могу. Но мне самое главное показать, какой плод, объяснить, рассказать. Плоды круглые, красные, такие плотненькие довольно-таки, ровненькие, уродливых никогда среди них нет. Но вес до 100 грамм больше у меня ни разу не бывало. Сам сорт толстоногий в рассаде не вытягивается, как и ринет, забыла сказать, что он тоже такой же. Рассада никогда не перерастает. Они только крепчают и толстеют, если чуть задерживаешь с высадкой. Так же, как ринет, выносит загущенные посадки прекрасно. 6 штук на одном квадратном метре можно. И самое главное, он устойчив к продолжительным понижениям температуры. Будет ссылка, вот в описании к этому видео будет ссылка, как я высаживала. Высадила 21 апреля, было еще холодно. Да, у нас, значит, теплая весна, но были и холодные периоды. И когда я их высадила после этого, ни разу не укрывала. Было 3 градуса ночные, все они пережили, повторюсь. Цвели, завязывались плоды. И когда я после холодных ночей подходила, они, казалось, стоят такие скукоженные. А я смотрю, завязи все больше и больше, я вот показывала, очень удивлялась. Сорт спиридон специально выведен для открытого грунта, для регионов с рискованного земледелия, для Сибири и других районов с холодными, с холодной весной, с коротким летом. Так же, как ренет, он идеально подходит для начинающих, идеально подходит для занятых огородников. В теплице никакой, сразу скажу, покажу вам потом. В теплице ему хуже, чем в открытом грунте. Прохладную температуру он вносит лучше, чем в жару. Нынче жара, и все эти сорта в теплице у меня совершенно не удались. Опять же, про вкус. Вкус обычный, помидорный, с кислинкой. Но когда в июне нет еще никаких вообще томатов спелых, когда вот эти крупноплодные только первую кисть завязывают, первую, вторую, то вот эти томаты у нас идут на ура. И свежие салаты, я как уже говорю, что и запекаю в духовке по-провански, и по-корейски, и с огурчиками. Витамины только пищат. Так что, и так же, как и про ренет, скажу, так как они у меня высажены, как по остаточному принципу, вот что осталось от теплицы сюда посадила, здесь я их ни разу не подкармливала, здесь у них нет капельного полива, и тут они, возможно, испытывали недостаток влаги, если бы не было такой жары аномальной, может быть, были бы и крупнее плоды, может быть, были бы они больше урожайность, так как они на заваленке, тут нет, можно сказать, хороших условий для них не было, но они все равно дали урожай хороший, поспели. Вот томат спиридон для открытого грунта, кто хочет попробовать, у кого холодное лето, у кого короткое лето, заморозки у кого, можете попробовать и испытать. Еще добавлю, что подходит для выращивания на балконе, подходит для выращивания на подоконнике, так как он компактный, штамбовый, можно его выращивать в кашпо, в ведре, в огороде, например, мало места, у меня в ведрах выращиваются. Из-за быстрого, такого раннего созревания, его не успевает застать фитофтора, это тоже один из преимуществ. Одно из преимуществ, что до возникновения вот этой сырой дождливой осенней погоды, он уже отдаст вам весь урожай. Вот, знакомьтесь, номер 39 спиридон, не прихотливый, не мясистый, не сахаристый, но очень вкусный, ранний, холодостойкий, настоящий сибирский томат. К сожалению, в теплице у меня нынче нет, ой, этот спиридон вот такой, на улице спеть плоды начали раньше, чем в теплице, он очень долго страдал, тут же была жара, у нас было за 30 за бортом, тут было 35-36, под 40 даже, ему это не нравилось, он очень-очень-очень долго тормозил, и плодов навязал тут столько же, сколько в открытом грунте, но он, конечно, там еще продолжает, там еще завязываются, но я сделала вывод, не надо мучить его в жаркой теплице, раз он создан для открытого грунта, значит, пусть растет на улице, пусть мерзнет, если ему это больше нравится, ну, сибиряк раз, значит, сибиряк, теплица ему не понравилась, учтите это при высадке, может быть, у кого-то будет более удачный опыт, но у нас нынче аномальная жара, и ни одному из вот таких вот холодостойких томатов это не понравилось.